здравствуйте сегодня я хочу рассказать вам о такой редкой профессии как таксидермия основу экспозиции отделов природы большинства кровических музеев ну не говоря уж а естественно научных и зоологических составляют различные чучела животных они вызывают повышенный интерес у посетителей музея приковывают свое внимание посредством этих чучел можно ознакомиться с представителями местной фауны изучить их внешнее строение кто же занимается изготовлением таких экспонатов а вот как раз изготовлением их и занимаются представители профессии как таксидермия когда же она появилась и какие методы были как она развивалась сейчас я попробую рассказать выделывать шкуры использовать для своих целей люди научились давно первые приемы обработки шкур осваивали еще древние люди но именно создание образа животного из его шкуры с целью показать его как она выглядит появилась с развитием такой науки как зоология в конце 17 начале 18 века можно сказать что таксидермия зародилась как ремесло обслуживающие интересы зоологии в это время происходили крупные географические открытия снаряжались экспедиции в различные уголки мира для сбора зоологического материала открывались музеи в которых экспонировались эти коллекции но показ шкур был мало интересен для посетителей поэтому владельцы музеев стремились показать животных в их естественном виде и первоначально изготовлением чучел занимались скорняки и кожевники для побочного заработка но чела у них получались грубыми мало напоминающими реальных животных и к тому же быстро портились суть метода заключался в том что он на подготовленный каркас металлический или деревянный надевалась шкура и по мере зашивания разрезов она набивалась соломой тряпками или опилками ну вот здесь видно я взял фотографию из журнала таксидермия первого номера это вот стеллаж медведя собран сделанный методом накрутки из соломы в общем-то никаких требований к анатомическому строению особых не предъявлялось так как тогда не было фотографии то мастера при изготовлении руководствовались обычно объемом шкуры и описанием и рисунками художников само слово чучело она ассоциировалась чем-то грубым что-то непонятное и пугающее и в общем-то и сам термин таксидермия он появился гораздо позже в конце 19 века началом зарождения таксидермия музейного дела у нас в россии принято считать основание петром первым кунсткамеры в петербурге в 1716 году и в 1717 году петр привозят из голландии огромное количество чучел животных птиц млекопитающих рыб в том числе минералов анатомических препаратов и высушенных насекомых из из коллекции альберта себы и фридриха рюйша вот эти две коллекции послужили основанием кунсткамеры следовательно и всего музейного дела у нас в россии но кунсткамера пополнялась не только вернее была не только и состояла из коллекций который привез привез петр из голландии но и образцами которые призывали делали наши русские мастера согласно каталогу 1842 года в коллекции кунсткамеры имелось 212 чучел млекопитающих из которых были крупные такие как слон лев пантера антилопы и олени 775 чучел птиц но вот образцы того времени некоторые дошли и вы сейчас выставляются в зоологическом музее при академии наук в петербурге вот можно судить об уровне изготовления это животные петра 1 собака датской породы тиран собака породы левредка лизетта и лошадь петра первого на которой он руководил сражение во время полтавского боя но ты здесь видно какой уровень тогда был исполнение чучел в общем то они не не больно были похожи на нас на дуральных животных в начале в середине и в конце девятнадцатого века центром развития токсидермии была германия именно там был предложен новый метод изготовления чучел который изменил подход к изготовлению крупных и средних млекопитающих но у меня конкретно нету именно вот материалов по тому времени вот именно из германии метод этот был предложен братьями керц назывался он метод шитья ну я вот здесь покажу на примере этого дарвинский музей начала прошлого столетия и федор ефтихович фидулов занимается изготовлением стеллажа ну или как-то манекена слона как раз методом шитья в чем заключался этот метод на деревянный или металлический каркас на черно обмотанной соломой и обшитой мешковиной подшивались пучки соломы которые формировали мускулатуру и внешний вид животного этот метод был настолько выигрышенный позволял делать анатомически правильные чучела он был принят на вооружение практически всеми прогрессивными токсидермистами мира в 1832 году на базе кунсткамеры при академии наук в петербурге у нас открывается первый зоологический музей это было крупным событием в отечественной зоологии и в принципе в музейном деле при перевозке ну к сожалению при перевозке тех чучел многочисленных которые хранились в кунсткамере многие были утеряны и уничтожены по какой причине тогда возраст как бы максимальный возраст чучела был принят за 30 лет и чучела которые были ну превышали этот возраст просто уничтожались к сожалению в новый музей переехала всего 50 экземпляров с той коллекции с прежней а новый музей было решено оснастить самыми новыми самыми свежими чучелами для обучению для обучения мастерству препаровки изготовления чучел в начале 19 века в россию были приглашены опытные препараторы из германии шарадер имени 3 и к ним были представлены наши русские ученики они обучали их искусству правильной препаровки и сохранение зоологических предметов шарадер сумел создать хорошую школу таксидермию у нас в россии и вот здесь у меня один из лучших учеников шарадера илья гаврилович вознесенский который первоначально учился у мини 3 а потом перешел шарадер и в 1834 году уже получил звание помощника препаратора впоследствии он возглавлял техническую лабораторию призологическом музее он также был прекрасный биолог он девять лет провел в экспедициях на аляске и восточной сибири собрал там очень ценные коллекции для музея ну так же кроме вознесенского были другие ученики этой были братья ивановы которые тоже работали в зоологическом музее и создали много чучел из которых крупные антилопы олени носорог в конце 19 века в музее приходит такой тексидермист как приходько и он привносит уже новый метод изготовления чучел он сам был скульптор-анималист метод заключался в создании манекена из металлической сетки с покрытием гипсом то этот нет был потом взят на вооружение москве в это же время формируется своя школа и основание этой школы связано с таким именем как федор карлович лоренц он изготавливал чучела методом мягкой набивки и накрутки но довел этот метод до совершенства у него получались очень натуральные выразительные чучела но вот как я сказал у него было много учеников которые потом возглавили мастерские в москве и других городах но вот самые его известные ученики это александр федорович коц основатель дарвинского музея и его друг соучредитель этого музея также выдающийся тексидермист федор евстихевич федулов здесь как раз показано они сделали много чучел в том числе и крупных можно сказать создали основу коллекции дарвинского музея здесь чучело индийского слона ну вот до этого я вам показывал еще метод шитья там изготовление африканского слова эти чучела вы можете увидеть в коллекциях дарвинского музея на первом этаже по маме как раз располагаются и уже в двадцатом веке в начале двадцатого века появляется новый метод в тексидермии который становится поворотным и в принципе предопределяет всю дальнейший ход мировой тексидермии это метод который использовал американский тексидермист карл экли но материала по нему и не нашел поэтому я покажу на примере тоже американского тексидермиста джеймса кларка в музее истории в нью-йорке суть метода состоял в том что сначала лепилась скульптура животного в глине со всеми подробным со всеми подробностями то есть там были проработаны все складки мимика даже крупные сосуды потом с глиняной скульптуры снималась гипсовая форма здесь она уже снятая разбирается затем по гипсовой форме выклеивалась выклеивался оттиск из папье-маше потом из него собиралась единая скульптура это уже была точная копия глиняной скульптуры но уже легкая прочная сделанные выклеенные из бумаги затем уже на этот на эту форму одевалась выделанная шкура здесь показано зашивалась вот метод позволял изготавливать очень точные грамотно как бы сделанные чучула у нас советском союзе этим методом работал михалай барамич заславский вернее даже он его разработал и применял со своим коллективом работал он в середине прошлого века в зо логическом музее при академии наук им было изготовлено первая диорама такие как такая как птичий базар также биогруппы крупные сайгаки бобры императорские пингвины им также были так его не показал вот михалай барамич заславский как раз за работой им также были написаны книги которые были единственным нас вот тексидермии серьезным изданием такие как скульптурная тексидермия экологическая экспозиция в музее тексидермия птиц в советском союзе в принципе и в советское время тексидермия существовала в узких рамках крупных музеях и широкому кругу не была доступна лишь только в конце 80-х начала 90-х годах появляется возможность переобщиться к достижениям современной мировой тексидермии вернее даже к ее технологиям здесь я вот хочу отметить большая заслуга в популяризации и возрождении тексидермии питерского тексидермиста владимира сухарева именно при его так сказать стараниях появляются первые производства материалов для тексидермия у нас в россии это производство манекенов пластиковых пластиковых комплектующих красок оборудования также с 2002 года под его редакции выходит журнал тексидермия и с этого же времени у нас в россии практически ежегодно стали проводиться чемпионаты по тексидермии тексидермия в современном в своем понятии это довольно таки сложное занятие и по праву она уже считается как бы разделом искусства науки чтобы освоить методы современной тексидермии надо не один год заниматься изучением и наработкой опыта самый популярный на сегодняшний день метод изготовления чучел он в общем то вот как был разработан это этот скульптурной тексидермии но поменялись именно материалы для изготовления то есть тексидермия сейчас идет в ногу с научно-техническим прогрессом манекены сейчас делают из пыль из пена полиуретана и в принципе сейчас такая тендет тенденция в тексидермии что части животного которые используются или использовались раньше для изготовления чучела они заменяются на пластиковые формы это прежде всего зубы челюсти в общем участке шкуры которые не покрыты мехом также сейчас полностью изготавливаются такие животные как рыбы рептилии земноводные то есть них снимается силиконовая форма и затем по ней отливается из пластика ее эту форму потом вернее эту копию остается только раскрасить вообще сейчас для занятий тексидермии очень время более лучшее чем допустим несколько десятилетий назад когда даже я вот начинал заниматься тогда не было ни литературы не материалов сейчас появились и журналы специализированные можно приобрести видео уроки по тексидермии есть ролики в ю тубе каждый год как я уже сказал проводятся чемпионаты по тексидермии которых можно принять участие а в рамках этих чемпионатах проводятся обучающие семинары участвуя в этих чемпионатах во первых можно проверить уровень свой уровень ну и заодно научиться методом у мировых тексидермистов которые приглашаются на эти чемпионаты вот сам я начал заниматься тексидермии 25 лет назад также начинал с изготовления чучел птиц потом начал делать млекопитающих и буквально пять лет я освоил тексидермию рыб вот это направление сейчас мне наиболее интересно ну и вот наверное на примере изготовления на примере своих работ я покажу ну как бы как это все происходит как изготавливается чучела ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok